Благослови, Душа моя Господа, Благослови, Благослови, Душа моя Господа, И вся внутренняя мое имя святого иного. Мир вам! Братья и сестры, обратимся к Священному Писанию и увидим. На исповедание апостолом Петром, Спасителем нашего Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Спаситель отвечает, что блажен ты, Симон Вареона, ибо не тело и кровь дали тебе это познание, но Отец мой, который на небесах. И далее Христос говорит значимые для нас слова. Он говорит, я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. Для чего пришел Спаситель в мир, мы говорили с вами в прошлых наших передачах. Спаситель пришел спасти нас от греха и смерти. Но достаточно ли данная жертва, достаточно ли того, что сделал Христос, а мы теперь можем почивать, отдыхать и уверять себя в сердце своем, что Спаситель совершил достаточно, принес истинную жертву, искупил нас, а от нас ныне не требуется ничего. Отнюдь. Именно в словах Спасителя мы и находим дальнейшее руководство для нас. Христос Спаситель создает Церковь. И создает его не напрасно. Там, где двое или трое собираются во имя Мое, там я посреди них. Церковь есть продолжение. Церковь есть продолжение делания Спасителя. Именно в Церкви люди приносят совместную молитву верующие, люди пребывают совместно для прославления Христа, люди пребывают для совместного роста в благодати и вере. Каким же образом человек получает благодать Божию, прилипляется ко Христу, происходит это невидимо на духовном уровне, или данные таинства, данная благодать Божия, подается через какие-то видимые внешние моменты. И каким образом душа наша возрастает в вере, укрепляется в ней, приносит достойные плоды покаяния. Иоанн Златоуст говорит, поскольку душа наша соединена с телом и неразрывна с ним, то и благодать, и дары Святого Духа подаются нам в внешних, видимых формах. И сейчас мы говорим о таинствах, которые установлены самим Спасителем и пребывают в Церкви, и подаются нам видимым образом. И через эти видимые таинства мы и усваиваем дары благодати, прикрепляемся Духу Святому, таким образом знает нас Христос. В Церкви слово греческое, «экклесия», и происходит от глагола «эккалео» «созывать», «собирать». Например, в Древних Афинах данным термином обозначалось городское собрание, которое созывалось для решения важных городских нужд. Соответственно, Церковь, под Церковью понимается собрание верующих, которые призваны Господом к спасению, которые услышали данный призыв и по единодушию собрались вместе, дабы возносить молитвословие Господу, дабы участвовать в спасительных таинствах. Таким образом, первое, Церковь есть общество, общество верующих, объединенных таинствами, милостивно подаваемыми Спасителем, объединенной иерархией, установленной также Спасителем. Данное общество возглавляется Спасителем и им создано. И каждый член Церкви соединяется со своим Создателем, получает от Него милость. И в Церкви также невидимо, но действенно пребывает Дух Святой, который все животворит и освящает. Таким образом, в видимом аспекте, в земном аспекте, Церковь является собранием верующих, которые живут в этом мире, развиваются, но при этом и свидетельствуют миру о том, что необходимо приходить к своему Создателю, к своему Творцу и через вхождение в Церковь усваивать благодать Господню. Границы Церкви вряд ли нам удастся определить точно, но условно принято разделять Церковь на земную и небесную, на Церковь воинствующую, пребывающую здесь на земле, члены которой ведут невидимую духовную брань со своими грехами, со своими страстями, познают свои немощи, познают свои болезни духовные и через осознание своих немощей обращаются к врачу Христу за исцелением духовным, взывая о помиловании. Церковь Небесная состоит из тех, кто уже отошел в мир иной, она состоит из небожителей, которые прославляют уже у престола Божьего нашего Создателя и Спасителя. Сын Божий пришел в мир, дабы взыскать погибшие, говорит нам Священное Писание, то есть для спасения всего рода человеческого, для спасения всех сынов Адама. И именно для этого Спаситель устанавливает Церковь. Церковь является продолжительницей дела спасения Христа, дабы всякий, входящий в Церковь, приобщался к Христу, имел возможность духовного роста, совершенствования и мистическим образом соединялся со Христом. То есть Спаситель через Церковь свою даровал каждому из нас возможность быть храмом, храмом Божиим, в котором бы пребывал Дух Святой. Таким образом, мы призваны быть по благодати теми, кем Спаситель являлся по существу. Мы призваны быть носителями сокровенных, носителями Духа Святого. Таким образом, мы видим, что отнюдь недостаточно быть просто хорошими людьми и просто иметь веру, как многие сейчас заверяют, в душе или в сердце своем. Вера является всегда действенной. Вера отличается от мировоззрения. Мировоззрение инертно, хотя имеет в ядре своем какую-то философию. Чем может отличаться вера хладного человека, не ходящего в храм, не призывающего имя Господне, от веры тех же духов злобы, которые веруют, как говорит Священное Писание, и трепещут, которые знают и видели Господа славы? Чем тогда вера их отличается от веры подобных людей? Вера всегда действенна. Посему необходимо помнить, что человек верующий является активным прихожанином, является человеком, приходящим в храм, участвующим в церковных таинствах и, самое главное, приобщающийся телу и крови Христа Спасителя. Ведь Сам Спаситель говорит, если истинно говорю вам, «Кто не будет пить крови моей и не будет вкушать тело моего, тот не будет иметь со мной ничего общего». И наоборот, всякий, кто будет вкушать тело и кровь Господню, того Христос воскресит в последний день. Об этом необходимо помнить. Необходимо помнить о миссии Церкви, о ее целях и задачах. Задача и цель Церкви приобщить как можно больше людей к возможности спасения и искупления, дабы всякий верующий имел надежду непостыдную и перешел от смерти к жизни, дабы всякий верующий стал собеседником Божиим и имел жизнь в самом себе. Необходимо помнить о том, что Господь, основав Церковь, подал ей все необходимое и о том, что Сам Спаситель невидимо тайно пребывает в Церкви, животворит ее и подает ей все необходимое. Посему призываю и напоминаю каждому из вас, что любой вопрос, касающийся спасения, можно задать священнику в храме. Можно для получения духовного образования как взрослым, так и детям можно необходимо обращаться в воскресные школы, которых достаточно ныне существует и преподаватели, которых достаточно компетенты в вопросах богословия. Остерегу вас от необдуманных духовных поисков. зачастую часто можно увидеть призывы, объявления о том, что некая религиозная организация приглашает на свои духовные курсы, семинары, где вам попытаются ответить на вопросы бытия, на вопросы, волнующие все человечество, ныне такие, как, например, терроризм, глобальное потепление, конец света. Но поверьте, все эти вопросы, все эти ответы уже существуют в православной церкви. Все эти ответы известны священству, клиру. Приходите, участвуйте в таинствах, задавайте вопросы, и вы непременно получите ответы. Спаси Господи. Благослови, Душа моя Господа, и вся внутреннее мое имя Святое.